Значит, мы сегодня возвращаемся к теме, которую давно не затрагивали, а это именно урбанистика Санкт-Петербурга, в частности, системы общественного транспорта. Приурочено к слухам, безусловно, об отставке Полтавченко. Ну, это наверняка слухи, потому что все, что нам доказывала администрация президента за прошедшие 7-8 лет, то, что ее действия и решения абсолютно непредсказуемы. И все вот эти слухи о том, что сейчас возьмут Полтавченко, отправят в отставку, вместо него будет нынешний министр транспорта Максим Соколов, станет губернатором Санкт-Петербурга, кажутся совершенно необоснованными. Но, тем не менее, вот это видео надо записать и постараться понять, какие у нас драматические изменения произошли в структуре размещения населения Санкт-Петербурга по окрестностям и, самое главное, в работе общественного транспорта. Связано это, в первую очередь, с тем, что у нас за январь-февраль произошло 8-процентное сокращение потока метрополитена. То есть, оказывается, на самом деле, что у нас каждый год метрополитеном пользуется все меньше и меньше народа. Это с одной стороны. Но, с другой стороны, у нас в Санкт-Петербурге на сегодняшний день строится, в рамках подготовки к чемпионату мира, а потом к следующему чемпионату Европы и предыдущему Кубку конфедераций, в стадион и около стадиона должна появиться станция метро, которая, как ни странно, будет тоже закрываться на время массовых игр. Почему? Потому что пропускная способность эскалаторов, она не будет справляться с 60 тысячами человек, которые будут из этого, в этот метрополитен страница попасть. Вот. Таковая ситуация. То это что означает? Это означает, что будет построен большой участок станции метрополитена, и его себестоимость его эксплуатации, хотя он будет построен практически за весь городской счет, будет отнесена на себестоимость эксплуатации всего метрополитена. И это при снижающемся пассажиропотоке. Это приведет к соответствующему образу, к необходимости либо датировать метрополитен более-менее активно, еще более активно, либо увеличивать тариф. Увлечение тарифов, в свою очередь, может привести к тому, что из метрополитена уйдут еще дополнительные рода люди. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что на сегодняшний день в застройке того, что называется городом Санкт-Петербургом, земля заканчивается. Ну, буквально вот здесь у нас в окрестнице осталось место для постройки всего нескольких домов. Аналогичная ситуация уже в Приморском районе. Аналогичная ситуация даже на Парнасе, хотя Парнасл сложно назвать городом. Там достраиваются последние очереди Северной долины, и все, земля там практически тоже закончилась. С другой стороны, у нас население окрестной Ленинградской области, в первую очередь за счет Кудрово и других участков, будет расти. Вполне возможно, что уже не сейчас, а через год, то есть в 2017 году, объем сданного жилья у нас в Ленинградской области будет выше, больше, чем в Петербурге. То есть мы повторим полностью судьбу Москвы, которая до того, как к ней приснили часть области новой Москвы, где объем жилищного строительства падал, после земля заканчивался. В то время как в Московской области он рос. То есть у нас народ начинает переселяться очень активно в районы, которые не охвачены практически никаким видом городского транспорта. Не говоря уж о метрополитене, хотя там есть одна станция Девяткина в области, и так далее, и так далее. Как с этим быть, как поступить, об этом будет наше сегодняшнее рассуждение, этому будет и посвящено. И кроме того, я всегда был сторонником БРТ, то есть метрополитена на основе автобусов, которые ходят по городским улицам, потому что он тысячу раз дешевле обычного метрополитена нашего. А с другой стороны, позволяет осуществлять большие достаточно перевозки, спокойно по 20, а в Каракасе, например, 35 тысяч человек в час по любому из направлений. Но, тем не менее, могу заметить, что на сегодняшний день вопрос об организации БРТ в Петербурге отстал. Ну, во-первых, потому что для этого нужен губернатор с большими тяжелыми яйцами, а по тактике к таким не относятся. Ну, следующий губернатор, наверное, к ним относиться не будет. Но он предполагает закрытие некоторых центральных улиц, спонсор для движения транспорта личного, и по использованию его в качестве только линий для БРТ, по которому идут автобусы, где прежняя часть, например, на Литейном проспекте предполагает ее сужение, расширение тротуаров резкое и закрытие всего личного транспорта. По нему будут идти только автобусы и больше ничего. Так же будет на Загородном, так же еще. Вот это вот такое БРТ, вот серьезно, если его строить, то оно будет вот таким. И это как бы нынешняя политическая ситуация, но невозможная ситуация. Это и Длинный Ленинский проспект, да? И Длинный Ленинский проспект еще. Ну, может быть, не знаю, что с Длиннским проспектом. Что-то надо делать. Предполагалось, тем самым БРТ, оно будет строиться вместо трамвая, потому что безумие эксплуатировать одновременно трамвай и БРТ. То есть, самый ценный трамвай – это землятвод. Но сейчас все это уже поздно стало. Вот, например, у меня на Юго-Западе получилось так, что все линии у нас, трамвая уже практически все отремонтированы. То есть, они сделаны. Последние участки докладывают. То есть, вложены громадные деньги в ремонт трамвая. Закупается подвижной состав. Теперь подвижной состав. Цена начинается в районе 100 миллионов рублей за единичку. По стоимости автобуса какого-то в 6 миллионов рублей. Но это тоже все делается. Потому что подвижной состав нужно таким образом обновлять. Вот таков рассказ. И появились странные проекты, в первую очередь. Это на Ржавке Пороховых, когда частное управление передается за трамвайные линии. Вся трамвайная система, и считается, что они будут зарабатывать там деньги. Это организация, связанная с ЛЦР. Их интерес понятен. Земля в городе заканчивается. Рядом у них есть земля. Но народу надо как-то везти к метро. Они думают, что это будут везти трамвайчиков. Ну что ж, пусть они думают. Ну вот. Теперь это сделано. Я говорю, что я достаточно большой ненавистник трамвая. Но я хочу сказать, предложить на сегодняшний день такую схему. Как и из трамвая, как невостребованного вида городского транспорта, превратить его, во-первых, в востребованный. Во-вторых, нынешний весь участок сделать его нужным горожанам. Вот как это будет происходить. И мы видим следующую вещь. Что у нас есть Петербург. И вокруг Петербурга получается такова ситуация, что у нас есть два участка. Первый на юго-западе. Вот это у нас Петербург. Север. Здесь у нас юг. Нахвали чуть-чуть. Да, север, юг. Таким образом. Вот здесь у нас залив. Вот я карту рисую. Любой может ее открыть. Вот одновременно у себя оправдал и за ней посмотреть. И вот здесь есть определенного рода линия, состоящая из трех маршрутов. Вот они сюда сходятся в одной точке. Вот они сходятся. На юго-западе. Значит, на юго-западе в чем была особенность? Вот, например, вот там, где я сейчас живу, это проспект Ветеранов, дом 130. Здесь это районы, ряда предприятий первого шекиевского завода. Изначально вот у Стаса, Перфилип, который живет в 7-м доме, у него родители всю жизнь поработали на Кировском заводе. Как это планировалось? Садишься на трамвай, не заезжая в метро, и он ведет к Кировскому заводу. И там ты выходишь. На сегодняшний день люди так не работают уже. Значит, связь между нашим трамваем и метрополитеном, она обеспечена слабо. Приезжаешь в Автово. В Автово ты идешь, один квартал проходишь по земле, по дворам. Потом спускаешься подземный переход, потом поднимаешься, пуском вручную спускаешься в Автово. В результате ты на этот переход тратишь, ну там, кто пошустрее, минут 7, кто менее, там, минут 15 даже. Вот, на то, что пересесть с этого, с трамвая на метро. Это очень удобно. Плюс, например, от меня трамвай идет за 25 минут. Плюс, у нас есть НИП трамвайной троллейбусной линии, по нему общий поток должен составлять 5000 человек. Я взял несколько лет назад, то есть, лет 7 назад, посчитал вот этот трамвайный поток, и он получился чуть выше 4000. То есть, от трех линий, востребованных 60-х, по трамвайным пути, по остачах, и вот на 52-й получилось, что в сумме нет. И для того, чтобы трамвай мог существовать как транспорт, мы вынуждены каким-то образом могу к нему увеличить трамвайный поток. Вот, еще. Значит, идея состоит в том, что все-таки повторить судьбу Кёльна. Кёльн – это ситуация, когда у нас в центре система туннелей, историческая система туннелей, а дальше их трамвай, который, трамвай, метро, который состоит из двух вагонов ЛВС, соединенных между собой, по сути, загоняется, значит, у нас получается, выгоняется на улицу, идет дальше дальше по выделенным линиям, а иногда, но этого в Кёльне очень мало, и в общем ряду, в общем потоке. То есть, по большому счету, я всегда говорил, что у трамвая, то есть у системы легкого рельсового транспорта есть будущее, как раз в городах-миллионерах. Но города-миллионеры, они предполагают, что у тебя есть система туннелей в центре, в зоне плотной застройки, а во всем остальном он движется, как бы, в общем потоке, скажем, по выделенным линиям. Но образец своего метротрам Кривого Рога или метротрам Волгограда в нашем городе. Значит, вот такова ситуация. Ну, вы говорите, там трамвая ездит. Да, трамвая ездит, метротрам, да, метротрам. И здесь тоже такова ситуация. Что меня еще это пододвигает? Почему я говорю о падении пассажиропотока? Я говорю о падении пассажиропотока по той простой причине, что у нас есть счастливый опыт американских городов, где, грубо говоря, в 50-х, 60-х годах произошло драматическое падение пассажиропотока, и, например, у Чикаго, города по населению идентичного Петербургу, а в агломерации там 10 миллионов человек еще больше, у них пассажиропоток меньше петербургского метрополитена при полуторакратном превосходстве в линии в количестве в три раза. Бостонский метрополитен тоже имеет ничтожный пассажиропоток, а агломерация 6 миллионов человек. То есть сравнимая с петербургской. То есть вот эта ситуация. То есть весь день метрополитен оказывается, путем дальнейшего развития городов, оказывается в каком-то смысле в загоне. И когда говорят, что у нас один перегон между Кировским заводом и станцией метро Казаковская, то есть между Путиловской и Казаковской, стоит 40 миллиардов рублей, и ты начинаешь рвать на себе так это волос, удивляться, потому что на 40 миллиардов рублей мы понимаем, что можно сделать очень много полезного. Идея, она состоит, она, казалось бы, два компонента. Первый компонент, это означает, что предлагается следующая вещь. Метрополитен, трамвай всех вот этих наших веток загоняется под землю, загоняется, не доходя до автова. И нынешняя улица, вы можете открыть эту карту, Кронштадтская, которая полностью путепровод, отведен под трамвай, возвращается к автомобильному транспорту. Таким образом, по Стачек и по Кронштадтской улице организуется движение автомобиля в одном направлении. Четыре полосы в одно направление, скажем, по Стачек, четыре в Кронштадтской, или наоборот, точнее по авторской, да, четыре полосы. И точно так же две линии там можно выделить спокойно для автобусов и маршруток. Желательно, чтобы они двигались в противоположном направлении. То есть в одном направлении двигается транспорт, потом разделительная линия, в другом направлении двигаются личные автомобили. И поставщики по Каштатской улице таким образом организуются односторонние движения. Трамвай же загоняется под землю. И он организует свою простую пересадочную линию в районе Кировского завода. После этого можно считать, можно это выгодно или не выгодно, это надо посчитать. Просто для трамвайных путей делается местами подземная, иногда выходящая наружу линия, хотя я могу и другое предложить, такая, что после этого она идет мимо площади Московских ворот, площади Восстания. Она приходит и уходит на Ириновский проспект в районе Рожевки-Пороховых. И точно так же там она выползает наружу. И оказывается, что по Ириновскому проспекту и по всем остальным организуется простое движение трамвая по выделенной полосе. А ну там может эта ветка быть более актуальной, что-либо еще. Почему я об этом говорю? Потому что настало время, когда для новых веток метрополитена может вполне получиться не хватить пассажиров, с другой стороны. А с другой стороны у нас здесь есть совершенно выделенная зона, такая, по которой совершенно не ходят нигде у нас пассажиры. Им просто не интересно, почему. Им не пересесть в авто, очень долгая, сложная пересадка. Им вообще этот трамвай как бы получается реликтом. Он реликтом старого расселения, когда люди шли, ехали из районов к заводам, находящиеся в районе станции метро Кировский завод, первую очередь к самому Кировскому заводу. Кроме того, эту ситуацию, этого движения надо резким образом усилить. Как его это усилить? А путем того, что все-таки развязки надо строить. У нас оказывается, что стачек, там одна сторона стачек гораздо выше, чем другая. Удобно построить развязку и превратить стачек таким образом в зону непрерывного движения. А Жуково, по большому счету, тоже стоит, там всего километр с небольшим, устроить эстакаду. Ты выходишь с горки в районе Лиговского путепровода по маршалу Жуково. И выходишь точно так же на горку, которая находится уже на пересечении железнодорожными путями в районе маршала Казакова. Вот таково мое предложение. Это вопрос чрезвычайно радикальный, требует человека с большим количеством политической воли. Но тем не менее, это можно попытаться осуществить. Получится, что у нас метрополитен на тот же юго-запад, на котором я живу, где сейчас живет порядка полумиллиона человек, вообще можно даже будет и не строить. Китайцам пообещали надземный экспресс. Но вот вам и надземный экспресс, движущийся практически без остановок, трамвай до станции метро Кировский завод. Чем тебе не надземный экспресс? Он идет по отремонтированным путям, они уже сделаны. У него отсутствует пересечение с транспортом, ну практически везде. Ну есть там повороты, конечно, но общего светофора нет. Он идет на большой скорости, заходит в тонны, и там простая пересадка с отдельной линии экскалатора на метрополитен. И точно так же он приходит и в центр, и точно так же и на ржевку пороховые. На ржевке пороховые метро никогда не надо строить. Вот я видел, почему. Потому что поток маленький людей, нету для этого денег. А когда там останавливающаяся каждого столба, практически трамвай, потом опять загоняется в туннель, идет через весь город, об этом имеет место быть и смысл вот подобного рода предложения. То есть это, я говорю, что большего ненавистника трамвая, ну я знаю несколько человек, можно поискать в городе. Но тем не менее, мы сложились со странной ситуацией, когда у нас есть невостребованные пути трамвая с полностью отремонтированными линиями, с одной стороны, а с другой стороны мы имеем безумную стоимость метрополитена и падение его пассажиропотока. И вот как из этой альтернативы можно выйти, то и каким способом, что можно оказаться, что у нас вот перейти к кельнской системе. К кельнской системе. То есть у нас есть ржевка пороховые, у нас есть районный запад, здесь востребованные потоки трамвая, здесь тоже невостребованные потоки трамвая, и вот они междусоединяются. И с метрополитеном пересекаются до определенного рода кончика. Вот эту карту не рисуют здесь-то, здесь-то, здесь-то. Если кажется, что этот поток будет недостаточен, то есть, точнее, транспорт, трамвайчик будет недостаточен, по большому счету, то тогда здесь вполне возможно, что вот мы доходим до Кировского завода, там простая пересадка, ну такая, как в Кировическом институте, вышел и зашел, вышел и зашел. А здесь короткий участок метрополитена, от ржевки пороховых через центр, опять туда. И здесь точно такая же система с трамвайчиком. Подошел, точно так же, ты под землей вышел, тебя встречает трамвай, трамвай, и ты в него зашел. Это, многие об этом думают, как ни странно, вот при, в Киеве, при Януковиче, сделали, восстановили систему скоростного трамвая. Она получилась неплохой, но восстановили, то есть отремонтировали заново. И трамвай будет как бы в этом смысле жить, выполнить движение, потому что у тебя не будет пересечения с полосой, потому что развязки там все равно надо строить вдоль статчика. У тебя не будет пересечения с транспортом, он будет заходить под землю тогда, когда тебе нужно. И тем самым получится очень странная вещь, получится очень странная вещь, что мы будем иметь в городе как бы три системы рельсового транспорта. От С-Бана я нигде не отказываюсь. С-Бана состоял в том, что повторить путь всех городов мира, Парижа, Вены, Берлина, Сан-Паула и так далее, когда у тебя есть система электричек пригородных, то есть скоростных путей, но они загоняются в центре подземных туннелей, не останавливаются где-то в пересадках, а загоняются все в подземные туннели, в систему туннелей, как в Париже, в Париже, система РЕР. Точно так же единственное, что я с того времени, я каждый к этому видео адресуюсь, я просто за это время узнал, что это, не оказывается, зря думал, что я сам придумал, что такие проекты существовали в 50-60-х годах. Предлагали не строить линии метрополитена, а предлагали загонять электрички, тоже точно так же под землю, и делать между ними сообщающийся туннель. Но от этого отказались. Тем не менее, я бы от этого проекта бы увернулся. Единственное, что раньше у меня был единственный туннель, о котором он говорил, что ты с Балтийского вокзала загоняешься под землю, дальше к тебе подключаются поезда на Витебского направления, после этого восстания, я бы сейчас систему это изменил. Я бы полагал, что с Балтийского они должны идти в Синая, Невский проспект, Финляндский вокзал, и там дальше выходить на поверхность. Вот я бы сейчас так сказал. И пути Витебского направления, то есть из Пушкина, город, в котором скоро будет 200 тысяч человек, будут подсоединяться уже на Невском проспекте. А для путей московского направления через Колпино создавал бы свой собственный коротенький туннель между площадью Восстания и Финляндский вокзал. Вот об этом я бы сейчас говорил. И мы бы тогда действительно имели бы систему, как ни странно, трех уровней рельсового транспорта. С одной стороны, и все фанаты трамвая были бы сыты. Вообще говоря, Матвенко, например, по-моему, последние годы своего губернаторства вообще считал, что Петербург сам единственное, что это ну надо, так это нужен трамвай. Больше ничего не нужно, я так думал. Ну вот действительно, а почему? Потому что когда-то при Яковлеве активность трамвайные пути снимали. И народ, то есть политтехнологи попытались это дело разрушить. Воспитали поколение малолетних чуваков, которые сейчас уже достаточно взрослые стали, которые, как говорится, дед, война уже 50 лет как кончилась, а ты все еще поезда под откос пускаешь. Да, вот их точно так же. Потом они их воспитали, а они по-прежнему шумели, кричали, устраивали митинги. Что-то еще. Назывались Петербургский запчастный транспорт, потом Группа Эра, кто-то еще их было. Сейчас они все подозрели, взялись задержанными, про хамвай забыли, как ни странно. А я все еще помню. А я все еще помню. Вот, такова вот эта наша система. То есть, удобные остановки, вполне возможно по метрополитеновскому типу, заходишь и покупаешь билет на входе. Дальше едешь куда хочешь. Ну, здесь на поверхности все удобные остановки. На поверхности все, вот такие. Ты садишься, и не надо под землю спускаться, у тебя не будет заниматься. Если у тебя будет система вдоль статчик вот этих развязок, то есть, у тебя сверху транспорт пойдет над ними, над статчиком. Под статчик пойдет параллельно, трамвай параллельно, над ними не будет у тебя пересечения в одном линии практически. То тоже будет очень удобно, будет очень быстро. Если он будет заходить в это, будет простая пересадка на Кировском заводе. Простая пересадка. То есть, специальный эскалатор. Тут он под землю подходит, и специальный эскалатор, ведущий непосредственно в метрополитет. То тоже будет очень удобно. И это будет совершенно сказочная система. И она, вполне возможно, будет адекватна будущему пассажиропотоку, который неизменно упадет. А упадет он почему? Потому что народ все более и более из центра будет перебираться в те районы, не охваченные общественным транспортом. И для них единственное, ну как это происходит по другим причинам в Чикаго или в других американских городах, это народ переселяется в Субурбию. Вот. Такова простая как бы схема. То есть у тебя ржевко-пороховые оказываются соединены с собственным подземным трамваем скоростным. Я понимаю, это кажется безумием, кажется, строят очень много денег, но это единственный способ сделать трамвай востребованным. Народ сразу же перейдет вот в нашем районе на трамвай, если его скорость возрастет, до метрополитена он будет добираться гораздо быстрее. А если он будет на нем еще до центра ехать по туннелям на большой скорости, то это вообще сказочно. Вот такая простая идея, кому там можно. Я так понимаю, что Максим Соколов и Валентина Ивановна Матвиенко, это, конечно, может быть клевета, но злые языки говорят, что первоначально люди, которые собирались строить надземный экспресс, занесли определенного рода сумму. И не перестают от них требовать возврата этой суммы. Вот хороший способ эти деньги не возвращать. Ну, представьте себе чудо, Максим Соколов, тогдашний он был представитель комитета по транспорту, и он действительно сделает именно тот надземный экспресс, который нужен балтийской жемчужине, то есть который обещали китайцам. Не тот убогий, против которого я боролся, может быть, мои зрители не знают, но на средствах массовой информации Петербурга, то есть в наших каналах, был одно время, больше всего я появлялся, именно в качестве председателя общего городского движения, нет надземного экспресса. И нам... А это только мы приемчиком устроить начинать, да? Да, да, тогда обещали. И тогда был объект совершенно идиотский. Во-первых, громадная эстакада. У нас, например, павильон должен был в 12,5 метрах от окон находиться. Потом, значит, по этой эстакаде должны были на 4-этажного двигаться какие-то поезда. Должны были эти поезда двигаться не по пути, не туда, куда нужно больше служить, и вообще, в этой балтийской жемчужине, и районах города, да, в центр. Всем же, ну, в центр. Они должны двигаться как бы образом назад, то есть на станции метропроспект Ветеранов, которая является из простой станции с одним названием, ну, на тот момент, по крайней мере, являлась самой загруженной станцией метрополитена города. Вот, сейчас площадь Восстания, и Маяковская в сумме больше на водоперевозит, про них проходит. Вот они должны были двигаться, а после этого двигаться зачем-то в Обухово, где пассажиропоток вот между вот этими районами, они сами посчитали, был ничтожен. То есть это был пассажиропоток маршрутки. Ну, просто реально. Они собирались строить туда истокат. Это был безумный, как бы, проект. То, что я предлагаю, этот проект гораздо более реалистичный. Ну, во-первых, ты от балтийской жемчужины приезжаешь не за четыре станции ближе к центру, то есть ты приезжаешь на Кировский завод, и ты там пересаживаешься, ты время здесь экономишь. Во-вторых, этот путь у тебя он уже практически построен, потому что пути на этом куске по стачке в значительной мере уже отреставрированы. Все, что надо тебе сделать, это построить над ними вот эти самые эстакады, развязки. Вот эти развязки. Построили эти эстакады, у тебя вся стачка превратилась в ремню скоростного движения. Убрали трамвай с Каштанского путепровода. Значит, что получилось? Значит, у нас невыносимое движение для личного транспорта, она пропала. Загнали возле Кировского завода линию электропередач подземную, как это принято делать. У тебя появилась возможность вообще разгрузить весь этот район города для транспорта и всего. И это все как бы замечательно. И получается у нас и овцы целы, и волки сыты, и Матвиенко с Соколовым со своими деньгами, не надо возвращать ничего. Ну вот такие вот вещи. То есть все как бы, все стороны довольны. И эти со своими любимыми трамваями, и общественные активисты там, из Петербурга за общественный транспорт или кто-либо еще. И люди, и трамваи, и мы же знаем, что трамвайные системы, это как бы так основы геологии современной улбанистики европейской. Ну любят их очень. Ну почему? Потому что считают, что не экологически чистый вид транспорта. Согласен? Как бы так считается. Вот. То есть это в рамках общей толерантности. То есть как бы считается, что все, что нужно жителям, это трамвай теперь и гей-парад. Вот это одноплановые вещи, гей-парад и трамвай. Ну, по крайней мере, гей-парада в Петербурге не будет, а трамвай в нем останется. Таким образом. И он будет спокойным, простым образом трансформирован в систему легкого рельсового транспорта. Средства массовой информации, которые иногда называют легким рельсом или легкорельсовой системой. Рельсы не легкие, рельс остался тем же самым. Просто система легкого транспорта. Такова вот эта общая картинка получается. Такова вот общая картинка. И, конечно, все равно надо давить сопротивление железной дороги. Ну, сейчас мы, благо, новый начальник. И пытаться сделать здесь систему типа сверхтяжелого метро. Типа Рех. Почему? Потому что у нас оказывается, что город очень быстро строится. Примерно вместе с окрестностями у нас в прошлом году 5,5 миллионов квадратных метров было создано. А в предыдущем, в 2014-м, было создано 5 миллионов. То есть, еще все нарастает. И земля просто в окрестностях города реально заканчивается. И должно быть просто так, что садишься на электричку, и ты едешь на этой электричке в любой район из города. Ты садишься где-то в районе Токсова, то есть совсем далеко за пределами нынешнего города. И можешь приехать в Петергоф, никуда не пересаживаясь. И выйти на Невском проспекте ты захочешь. И выйти на Финянском вокзале. И скорость у тебя, ввиду большого расстояния, будет гораздо выше, гораздо лучше. И вот, например, смешно же, как застройщики пытаются обмануть своих покупателей. Вот, например, ЛСР, который собирается купить вот эту трамвальную систему в районе Ржевки-Парховы, рассказывает, что у них, где там, в ручьях, на территории Буш-Софроза ручей, где они новый ортокомплекс реализуют, и у них реализуется, будет цветочный город, еще один бездоровенный комплекс, будет планируется станция метрополитена. Ребята, у вас никогда не будет станции метрополитена, потому что бывшим Капустным полям вести новую станцию метрополитена нерационально. Но с другой стороны, у вас есть установка ручей. И из нее, из этой установки электрички ручей, можно сделать станцию метрополитена. Поезда там будут проходить с высокой интенсивностью, они будут проходить на высокой скорости, потому что большое расстояние. Будут заходить в туннель возле Финянского вокзала, будет удобная пересадка на все остальное, и выходить, скажем, в Петергофе. Притом, систему надо пересадки делать не такую, которая была в советском метрополитене, когда ты вышел и потом по двум эскалаторам, какие-то там километры намотал под землей, куда-то перешел. А так, что ты вышел, ждешь, и тебе приходит нужный поезд. Ты вышел, ты ждешь нового нужного поезда. Нужный поезд приходит, и ты на этом нужном поезде ездишь туда, куда тебе нужно. Вот такова эта система. То есть, получается, три уровня рельсового транспорта. Это первый уровень, сверхтяжелый метрополитен, Несбан или Рех. Второй уровень, это, значит, обычный метрополитарь, наш метрополитарь. Казнаеменный города Ленина, имени Ленина. И третий уровень, это система легкого рельсового транспорта, которая тоже предполагает туннели, развязки и эстакады. И вот так это замечательно может получиться. Ну, конечно, я могу сказать, что, например, тот же трамвай в районе Стачек, ну, не спасти, ну, вы же безумие, ну, куда там, может быть, там. Я сколько раз не еду, там, всегда в трамвае один-два человека. Зачем? Пришел Полтавченко вместо Матвиенко, и решил работать в русле православия, самодержавия, народности. Ну, православие, это понятно, народность, это второе, и самодержавие, это третье. Самодержавие, это как бы, и народность. Вот народность, народ хочет трамвая, народ его получит. И они получили какую-то живопырку, восстановили трамвайные пути, там, где пассажиропотока никогда никакого не будет. С НИПа никто не отменял. Пять тысяч человек, вы на тебе подайте. Ну, хотя бы две тысячи человек, не хотите его использовать. Такого пассажиропотока там не может быть. Все, что там может быть, это в лучшем случае, это ретро-траввай. Ну, все. Вот такая вот вещь. Есть скидка.